ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА -"Когда все кончилось, она закрыла лицо руками и стала в угол, лицом к стене, неподвижна. Я молча ушел из дома. Наконец решил разом все покончить и уехать из Петербурга. Но когда пришел, чтобы отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и горе". ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Бредит. Третий день, как уж. Ужасти какие. Я, дескать, Бога убила. Надо бы врача? Бог даст, пройдет и так. Спасибо, сударь. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тогда я в первый раз в жизни почувствовал страх. Это была минута настоящего страха, хотя и не очень еще сильного. Николай Всеволодович, вы присмотрите за матрешей уж, пожалуйста. Я бегом, я мигом. Хорошо? Спасибо. Окна были отворены, воздух был тепл, даже жарко. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с матрешей, а томить ее. Не знаю, почему. Я так был низок, что был доволен, что она вышла первая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я сидел, смотрел и не трогался. Она часто закивала на меня головой и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок. Она все махала на меня, все кивала, укоряя. Отошла и стала к окну ко мне спиной. Никак не пойму, почему я тогда не ушел и остался ждать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вскоре я опять услышал ее поспешные шаги. Я все ужасно помню. Сердце билось сильно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я вынул часы. Прошло 20 минут с тех пор, как она вышла. Вдруг у меня опять стало биться сердце. До боли. Я пошел к чуланчику. И в это самое мгновение я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на Гера, не забылся, то думал о том, как я наклонюсь и загляну в это окошко. Наконец я разглядел, что было надо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова